Конкистадоры – это первые исследователи Центральной и Южных Америк, которые были первооткрывателями земель Нового Света. В те времена, а именно в 16-18 веках, конкистадоры особо не церемонились с местным населением и нещадно вырезали его. Точная цифра жертв неизвестна, но историки сходятся во мнении, что это был геноцид миллионов коренных жителей. И когда говорят об убийствах коренных жителей конкистадорами, нередко упускают детали, как именно те прокладывали свой путь вглубь континента. И это делается не для того, чтобы обелить первооткрывателей, а для того, чтобы у изучающих их историю не пошатнулась психика, до того ужасными были их деяния. Вот лишь часть того ада на земле, который устроили конкистадоры индейцам. Инки были достаточно миролюбивым народом. И когда испанцы вторглись на их земли, они не оказали такого сопротивления, как ацтеки. В 1533 году испанский конкистадор Франциско Писсарро захватил в плен вождя инков Атауальпу. Тот в обмен на свою жизнь обещал испанцам, проявляющим большой интерес к золоту, наполнить комнату длиной 7 метров, шириной 5 метров и высотой 2,5 метра серебром, а также две другие такие комнаты. Писсарро понял, что так он сможет купить чуть ли не целый город в Испании и согласился на сделку. По мере того, как в течение следующих двух месяцев инки постепенно доставляли выкуп, у Писсарро и его конкистадоров началась паранойя по поводу сделки. Они считали, что инки растягивают время, чтобы собрать силы и напасть на них. Тогда Писсарро приговорил Атауальпу к сожжению заживо. Но вождь был умным и быстро смекнул, что своего брата по вере исповедания испанцы не сожгут. Поэтому Атауальпа перешел в христианство. Тогда конкистадоры просто повесили его. За несколько лет до указанного выше инцидента известный конкистадор Эрнан Кортес захватил город Чулула, находящийся на территории Ацтекской империи. Он приказал вывести на главную площадь всю ацтекскую знать, священников, госслужащих. Затем конкистадоры начали планомерно вырезать безоружную толпу. После этого испанцы направили на город Лашкальцев, древних врагов ацтеков. Те, будучи союзниками испанцев, уже довершили начатое, вырезав всех остальных. Так Чулула, один из важнейших городов Ацтекской империи, был превращен в руины. До прибытия конкистадоров в Центральную и Южную Америку местные жители не знали многих страшных болезней, в том числе и ОССР. По большей части неосознанно конкистадоры распространяли эту страшную болезнь, которая уничтожила, по оценкам ученых, 90% коренного населения Ацтекской империи. Помимо того, что она уничтожала местных жителей, она деморализовала и даже заставляла поклоняться индейцев конкистадоров. Они видели, что их воины умирают даже вне поля боя, а их боги им не помогают. В то время как завоеватели, сражающиеся под христианским знаменем, не поддаются болезни. Испанский священник Бартоломе де Ласкас, прибывший в Южную Америку в 16 веке, описывал конкистадоров, которые дрессировали своих собак так, чтобы те нападали на местных жителей. Помимо того, что они обучали их свирепым атакам, которые заканчивались убийством и разрыванием тел жертв, завоеватели приучали животных к поеданию мяса местных жителей. Для этого они натравливали собак на закованных в цепи индейцев, и те, убивая их, обгладывали трупы. Также автор говорил, что у испанцев были специальные лавки, где вывешивались части тел убитых индейцев. Конкистадоры, заходившие в них, покупали мясо для своих собак в тех случаях, когда не могли найти и убить индейца. Конкистадоры принуждали местных жителей к тяжелому труду, чаще всего связанному с перетаскиванием тяжелых грузов, добычей ценных металлов и уборкой трупов. Конкистадоры испытывали к коренному населению отвращение, а рабов и вовсе эксплуатировали так, что рабы древней Греции и Рима были по сравнению с ними просто счастливчиками. Тех хотя бы не избивали 24 на 7 и не лишали жизни за малейшую провинность. За любую провинность перед своим господином, то есть любым конкистадором, который еще вчера был мелким разбойником где-нибудь на окраине Мадрида, индейц мог легко поплатиться своими руками. В этом случае живому человеку отрубали руки, которые связывали веревкой, после чего вешали их на шею жертвы и оставляли умирать. Кроме того, конкистадоры калечили местное население даже без повода, просто потому что так захотелось. Ласкас, будучи свидетелем зверств конкистадоров, описывал, что собственными глазами видел, что кроме рук отрезали носы и уши, а также другие выступающие части тела, без каких-либо провокационных действий со стороны местных. Просто первопроходцам нравилось насилие и причинение боли другим людям. Когда просто убивать индейцев стало слишком скучно, испанцы изобрели способ, который позволял повесить и сжечь жертву одновременно. Для этого они соорудили виселицу, которая была достаточно высокой, чтобы ноги жертвы не касались земли, и достаточно низкой, чтобы разведенный под нею костер мог сжечь ноги барахтающимися индейцам. Сначала людей вешали, а когда те начинали задыхаться, то под их ногами разжигали костер. Конкистадоры не ограничивались только взрослыми людьми, которые в перспективе могли дать хоть какой-то отпор. Нередко они издевались и над детьми. Так, например, описываются казни, когда у индейских женщин вырывали из рук младенца, а затем разбивали им головы топорами или простреливали, либо бросали с высоты в реку. Порой они просто казнили детей, а затем их матерей. Еще с древних времен охотники использовали простую ловушку, которая представляла собой глубокую яму с врытыми кольями для охоты на животных. Эту же схему в качестве казни использовали конкистадоры. Они копали глубокие и широкие ямы, на дне которых помещали много острых кольев. Затем туда скидывали всех тех, кого удавалось поймать, в основном мирных жителей. Конкистадоры бросали людей в яму до тех пор, пока та не наполнялась до краев. Затем могли рыть новую яму и так по кругу. Многие, кто падал на колья, не умирали сразу и продолжали долгое время мучиться в окружении своих близких и друзей. Ласкасас описывал группу коренных американцев, которые, чтобы откупиться от смерти, дали испанцам большое количество золота. Но, как и в случае с вождем Атауальпа, конкистадоры не сдержали свое обещание. И в череде ужасных способов умерщвления они выбрали один из самых жутких – сожжение заживо. Для этого людей заперли в трех больших домах, набив их так плотно, что там буквально негде было упасть к камню. Затем подожгли. Точное число убитых коренных жителей обеих Америк подсчитать невозможно, так как численность населения обоих континентов до прихода европейцев неизвестна. Известные мировые историки утверждают, что после завоевания Северной и Южной Америки число коренных жителей сократилось в два раза. Это один из самых масштабных случаев геноцида за всю историю человечества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова